Похоже, дорожные аварии произошли сразу в нескольких регионах. Объединяет их не только то, что в ДТП попали машины каршеринга, но и то, что находившиеся за рулем этих прокатных автомобилей скрылись с места до приезда ГИБДД. Водитель в Петербурге, по словам очевидцев, был пьян, а в Москве машину каршеринга угнали подростки. И таких случаев все больше, но главное, непонятно, кто теперь должен оплачивать ущерб. Эдуард Пунигов разбирался вместе с пострадавшими. Первые секунды после аварии, которую устроил водитель каршеринговой машины, мини-купер зацепил сразу два автомобиля и только чудом не задел никого из прохожих. А они машину, ***, каршеринга, ***, молодежь. Был дома, был грохот, посмотрел из окна, прямо там, удары в одну машину, потом в мою. Подростки сначала в замешательстве, но как только понимают, что натворили, удирают с места аварии. Колеса передние и задние колеса, фара, бампер. А сколько ремонт обойдется вам? Ну, может, тысяч 40-30. По словам очевидцев, каршеринговая машина ехала со значительным превышением скорости. Этот внедорожник от удара отбросила метров на пять. Формация кузова пошла, стойки, видите, прекрасно, дверь не открывается, не закрывается, заклинило. Ремонт обойдется в 400 тысяч. Владелец каршеринговой машины, компания U-Drive, компенсировать ущерб отказывается на отрез. Пострадавшим как действовать? Вы адвокат пострадавший? Они попросили нас вмешаться в эту ситуацию, потому что они не могут... Это ваши проблемы, как вы, знаю, вы там журналисты действуют. А им-то как действовать? Можете объяснить? Почему я им должен что-то объяснять? Для меня отвечает каршеринговая компания. А кому она сдала в аренду автомобиль, это уже должна разбираться каршеринговая компания. Каршеринговая компания утверждают. Незадолго до аварии мини-купер стоял на соседней улице и не был доступен для аренды. Подростки проникли в салон незаконно. Каршеринговые машины открываются с помощью специального приложения на телефоне. Для этого нужно ввести личный пароль и двери разблокируются. Ключ зажигания уже находится в замке. Можно ехать куда угодно. Но проблема в том, что доступ к этому паролю могут получить совершенно посторонние люди. И тогда они смогут использовать машину без ведома водителя. Заявление об угоне было подано уже после ДТП. Каршеринговая компания считает, что таким образом сняла с себя всю ответственность. Если будет возбуждено уголовное дело, и в ходе этого уголовного дела будет установлено, что машина реально была похищена до момента ДТП, то тогда компания отвечать не будет. Но остается вопрос, почему в Юдрайв не отреагировали на угон. Все передвижения каршеринговых машин у операторов как на ладони. Даже если это произошло, кто-то вскрыл автомобиль и пытается уехать, то в течение пяти минут автомобиль будет заблокирован. Так как в нем установлено большое количество телематического оборудования. Арендовать каршеринговую машину проще простого. Исполнилось 18, есть права, добро пожаловать за руль. Эта доступность несет массу потенциальных угроз. Автомобиль не свой, разбить мне жалко. Отсюда аварии, хамство и опасная езда. С машиной родителей эти подростки наверняка обращались бы по-другому. В настоящее время сотрудниками госавтоинспекции принимаются меры по установлению лица, управлявшего иномаркой, и выявлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Пока полиция ищет виновных, пострадавшим, видимо, придется ремонтировать машины за свой счет. Идевить претензии родителям подростков можно будет только после окончания разбирательства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова